Сюжет футболиста карьеры полностью вымышленный. Всякая сходца с реальными событиями является абсолютно случайным. Подписывайтесь, кому интересна игровая индустрия в Ютубе. И давайте вместе добьем 40 подписчиков. Ну что же, мы возвращаемся в наш любимый клуб. Теперь Рубин-Казань. Теперь у нас полноценный выпуск будет именно в Рубине. Вот сегодня у нас четвертьфинал Кубка России. Может быть там и полуфинал, если, конечно, пройдем Зенит, которые идут сейчас на первом месте. Ну что же, играем у нас первый матч против Динамо на выезде. Вот такой вот состав у нас, вот такой вот у них. Я надеюсь, мы заряжены, поэтому Динамо против Рубина. Поехали. Итак, ВТБ-арена. Динамо против Рубина. Интересный матч на сегодня ожидает. Поехали. Так, надеюсь, аккуратно подбираем мяч. С таким небольшим рикошетом нам в руки он попал. И как мы сейчас вот это вот пропустили, я понять не могу. Вот серьезно, на последней минуте. Давайте посмотрим. То есть я контролировал даже этот момент удара. Что это сейчас было? То, что пробилось подзащитников, то это понятно, что трудно такое словить. Но как здесь-то это? Я прям стоял на самом этом месте. То есть тут просто надо было стоять и руки выставить. Самый какой-то тупой гол. Ну, естественно, мы проигрываем наш первый пропущенный мяч за Рубин. У них один был вот этот удар в створ на последней минуте. У меня оценка, естественно, еще и хуже, чем у Шунина. Потому что вот у меня три удара было. Причем, не знаю, как это понимать. В створ был один удар, и я сделал этот один сей. Как-то странно. Так, после 18 туров мы тут опустились на шестое место теперь. Вообще замечательно. Средняя оценка за сезон у меня 6,3. Рейтинг у меня все так же 75. Так, мы прокачали дальний бросок. Давайте еще что-нибудь прокачаем. Вот, при отражении пенальти, почему бы и нет. Вот, 100 дней, ну, это примерно 3 месяца. Сейчас будем чуть больше даже, 3 месяцев это изучать. Так, ну, а сейчас у нас игра против Тамбова. Они идут там где-то ниже 10-й строчки. Вот такой вот состав у нас, такой вот у них. Мне кажется, мы здесь должны уж точно побеждать. Поэтому еще и играем дома. Рубин против Тамбова. Поехали. Итак, Казань-Арена. Рубин против Тамбова. Ужасный матч мы провели против Динамо. Особенно я концовку. То есть, я, можно сказать, слил этот матч. Ну, очень обидный. Пропустили гол на последних минутах. Поэтому, надеюсь, сейчас будем возвращать нас в форму. Так, ну, здесь отлично. Вот эту вот подачу. Так, забрали аккуратненько. Ну, лучше дальний. Мы будем сбрасывать, чтобы быстрее начинали мы атаки. Ну, естественно, вот этот перехват ужасный. Игра наших игроков. Сейчас перехват. Из-за неточной передачи. И все-таки мы забили. 64-я минута. А, кварц сели. Почему у него такой вообще этот... Game Face? Хвича забивает. Отлично. Я, естественно, больше всех здесь рад. Ну, неплохо, неплохо. Давайте сейчас посмотрим повтор. Так, ну, здесь Тамбов, походу, косякнул. А, тут Хвича сам. А, ну, практически. А, сам. То есть, сам и отобрал. Там хотел голливую отдать. Не получилось. Очень хороший здесь фильтр прошел. Поэтому супер. И все. Заканчивается матч. У нас минимальная победа над Тамбовым. Хвича Кварацхелия забивает. Единственный гол в сегодняшнем матче. Ну, кстати, по моментам, как вы видите, два удара, два в створ. Поэтому замечательно. 7,5 у него оценка. У меня 6,0. Посмотрим. Ну, у меня здесь вообще без проблем. Один удар был, и тот не в створ. Поэтому супер все. Итак, после 19-го тура мы поднялись вот на 5-е место. Вроде как 5-е место. Это тоже Еврокубки. Если я ничего не путаю, здесь правильно все это работает. Но неплохо. Средняя оценка у меня за сезон 6,3. Рейтинг все так же 75-й. Итак, сейчас у нас кубковая игра. Четвертьфинал против Санкт-Петербургского Зенита. Играми, я так понимаю, ну, наверное, на нейтральном стадионе. Вот. У них стоит на воротах Михаил Кержаков. Вот. С фотографией Кругового. Так что сильно на это внимание не обращаем. Поэтому вот такой вот у них состав. Вот такой вот у нас. Мы даже получше будем, чем Кержаков. Поэтому поехали. Итак. Да, играем на нейтральном каком-то стадионе. Зенит против Рубина. Четвертьфинал Кубка России. Поехали. И отлично. Прямо из-под самой перекладины достаем этот удар. Так. Ну, здесь дюбу никто не держит. Он сбрасывает. Ой. Ну, это уже не точный удар. Но быстро-быстро Зенит пытается сейчас атаковать. И отлично. Еще одно спасение. Пожалуйста, выиграйте там, Вер. Вынесите мяч. Отлично. Кулаками отбиваем. Отлично. Еще один удар мы отбиваем. Супер. Еще и от Малкома. И все заканчивается. Основное время. Мы отыграли в ничью 0-0. Куча было моментов у Зенита. По оценке, я не знаю, можно. А можно здесь, наверное, да, посмотреть. А, не дают, кстати. Ну, вот смотрите. У нас уже есть три сейва. Поэтому пока что неплохо, мне кажется, мы провели против Зенита. Тем более первая стройка чемпионата России сейчас. И отыграли 90 минут на 0. Сейчас было лишь бы дополнительное время отыграть на 0. А там серия пенальти. И там было бы мне действительно вот интересно посмотреть на свою интуицию. И мы пропустили. Как вот сейчас это могло произойти, я не понимаю. Но Дзюба нам забивает. Здесь отпасовали на нас. Я пытался уже там и выносить, и все. Но вот как-то еще из-под крутки у него вот получилось. То есть очень тупая ошибка, из-за которой мы сейчас можем вылететь из Кубка России. Ну и здесь еще и Дзюба по пустынам. Я уже просто рискую, чтобы быстро забирать мяч. Поэтому, ну это все. Дубль нам забивает Артем Дзюба. Я уже просто сейчас побегу вперед. Спасать как-нибудь ситуацию. И все. Заканчивается матч. У меня не получилось ничего из себя вообще показать. Чисто вот это поражение снова на мне. Если в матче с Динамо там сам по себе персонаж так сделать, то здесь, да, чисто моя ошибка в двух пропущенных мячах. Ну вот второй уже там чисто мне надо было как-то рисковать. Ну и оценка у меня очень ужасная. Как вы видите, да, чисто на мне все. Поэтому прошу прощения всех болельщиков Хорвата. Ну вот так вот получилось. Средняя оценка у меня за сезон теперь уже 5,9. А была там 6,3. Ну а рейтинг все так же 75. Так, сейчас у нас игра против ротора. Они идут там ниже 10 строчки. Надеюсь, сейчас у нас получится хорошо себя показать. Составы на ваших кранах. Мы заряжены. Надеюсь, теперь. Рубин против ротора. Поехали. Отлично. Здесь мы намертво прям забираем. Но удар был хороший, такой плотненький. И мы забиваем. 36-я минута. 1-0. Кто в этот раз забил? Игнатьев. Молодец. Сейчас посмотрим на этот забитый мяч. Здесь, наверное, подача все-таки, да, была? Да. И верховая. Борьба выиграна, причем, у Игнатьева. Ну, замечательный гол. Слава богу, что мы хотя бы в чемпионате сейчас выходим вперед. Супер. И все. Минимальная победа в чемпионате России над ротором. Надеюсь, это нам вернет хоть какую-то уверенность. Вот у нас один удар, один в створ был. Замечательно. Рейтинг у меня 6-0. Вот один сейф при одном ударе в створ. Замечательно. Поднимаемся на четвертое место. Вот это вообще замечательно. Нам бы медали, мне кажется, бы тоже завоевать. Вот в топ-3 попасть было бы вообще супер. Средняя оценка за сезон 5-9. Ну и рейтинг 75. Итак, сейчас у нас выездная игра против Тульского Арсенала. Они идут сейчас на 10-м месте. То есть команда сама по себе интересная должна быть. Панчинка у них в составе. Ну, состав, видите, на своих экранах. Переходим уже к самому матчу с формами. Проблем нет. Поехали. Итак, Арсенал Арена. Тульский Арсенал против Рубина. Ну и пока что у нас, не знаю, как назвать нашу ситуацию в Рубине. Наверное, борьба за медали. Только так. Будем пытаться действительно сейчас занять топ-3. Мне кажется, вот это будет замечательное достижение. Но в Еврокубке в любом случае мы должны будем попасть. Это вот такая прям основная задача. Отлично, кулаками отбиваем. И все, заканчивается матч. Нулевая ничья против Тульского Арсенала на выезде. Статистика очень ужасная. Ни одного удара в створ от обеих команд. Поэтому как-то так. У меня рейтинг еще почему-то и ниже, чем у Нигматулина. Вот как-то так. Мы держимся пока что на четвертом месте. Краснодар от нас отстает на одну очко. Но мы отстаем на целых 5 от третьего места. Итак, средняя оценка у нас за сезон 5.9. И рейтинг 75. Итак, сейчас у нас домашняя игра против Ахмата. Они идут сейчас ниже десятой строчки. Поэтому я честно не знаю, что они себе представляют. Могут что-то из себя показать. Тот же Тульский Арсенал вот сохранил для себя очки в матче с нами. Но посмотрим, как сыграем против Ахмата. Играем дома. Поехали. Итак, Казань-Арена. Рубин принимает сегодня Ахмат. Интересная команда. Посмотрим, что из себя они покажут. Отлично. Здесь эту подачу мы аккуратненько так забираем. И заканчивается матч. Снова нулевая ничья. Но для нас только в плюс. Лично для меня. То, что я вот не пропускаю. Средняя оценка 6.0. Ярких моментов вообще не было. Потому что ни одного даже удара не было. От обеих команд. Поэтому как-то так. Ну вот после этого матча мы опустились на пятую строчку. Нас Краснодар опережает на одну очко. И отставание до Спартака теперь на целых 7 очков. Средняя оценка 5.9. И рейтинг 75. Итак, сейчас у нас выездная игра против Урала. Они идут на девятой строчке. Поэтому интересно будет посмотреть. Команда мастеровитая такая. Состав на ваших экранах. Мы заряжены. По формам проблем нету. Поехали. Итак, Урал против Рубина. Екатеринбург. Арена. Я не помню, как она точно там называется. Открытие арена. Нет, это в Спартаке. Поэтому Екатеринбург-арена, если я не ошибаюсь. Так называется. Стадион. И мы пропускаем. 1-0. С углового. 13-ая минута. Смотрим еще раз на этот момент. То есть, ну здесь прям в касание. Где защитники были, я понять не могу. Такой удар просто вообще нереально отбить. Смотрим. Это Ефремов вроде нам забил. Вот. То есть, здесь чисто какой-то фарт бы был, если я отбил. Вот так, да, Ефремов 1-0. И все, заканчивается матч. Минимальное поражение от Урала на выезде. Это был их единственный удар в створ. У меня оценка 5-0. Потому что ни одного слива не сделал. Потому что был единственный вот этот удар. Мы все так же на пятом месте. Все так же у нас, кстати, 7 очков до Спартака. 2 до Краснодара. То есть, там какая-то потеря очков у Спартака произошла. 5-8. У меня средняя оценка за сезон. И рейтинг вырос. Теперь у нас 7-6. Итак, сейчас у нас домашняя игра против Уфы. Они идут ниже 10-го места. Вот такой вот у них состав. Такой вот состав у нас. По формам у нас все в порядке. Поехали. Итак, Рубин против Уфы. Интереснейший, надеюсь, матч. У нас сегодня предстоит увидеть. Причем это последний матч в сегодняшнем выпуске. Так что поехали. Подбираем этот мяч. И все. Заканчивается матч. Снова у нас нулевая ничья. Ни одного момента даже не следовал Уфа возле наших ворот. Поэтому оценка у меня вот опять ужасная. Хотя я не знаю почему. То есть, пассы у меня успешны. Касание мяча 2 из 2. Вот. И пассы успешны 2 из 2. Я стоял практически всегда в штрафной зоне. То есть, я не знаю из-за чего. Как-то странно, что у Чернова 6.0 оценка. Хотя по его воротам пробили, он сделал сейв. Пасс у него был один и тот неуспешный. Все. Как-то странно здесь оценивают. Мы все так же на пятом месте. У нас минимальное отставание до Краснодара. И отставание в 7 очков до Спартака. Рейтинг у нас 76. Средняя оценка за сезон 5.7. Ну что ж, друзья. На этом мы и закончим. Матчи сборных. Мы с этого момента начнем следующий выпуск. Мы, наверное, будем в сборной участвовать на товарищеских матчей. До того момента, как только у нас будет рейтинг 80. То есть, выше 80 будет. Мы будем только в официальных матчах уже играть. Не в товарищеских. Потому что я не вижу уже в этом больше смысла. Поэтому пока что мы будем играть. Для того, чтобы увеличить наш рейтинг. Ну а пока что. Спасибо вам большое, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик. Чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну а с вами был Андрей. Канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok